По всей деревне Катери как раз! Владимирский рожок производит удивительный эффект на слушателей. Очень часто музыкантам зрители аплодируют стоя всем залам. Ансамбль Владимирские рожечники дарит свое уникальное искусство всем. Жителям далекого Берлина и Владимирского города Радужного. Гастроли расписаны на год вперед. Забава пастуху в 19 веке в 21-м стала настоящим искусством. Наши владимирские крестьяне пошли дальше. Они насверлили на Владимирском рожке игровые отверстия. И стали играть на этом инструменте нехитрые мелодии. Чем может похвастаться Владимирская область еще? Раньше выпускали трактора. Сейчас тракторов нет. А Владимирский рожок он остался. Его можно увидеть, послушать. Это самое важное, что его можно послушать. Жизнь большого коллектива невозможно представить без Владимира Зайцева. Он дает голоса каждому музыканту знаменитого ансамбля. Зайцев – потомственный рожечник. А еще старейший и единственный мастер, который делает рожки. Их здесь пять сверху, одно снизу, шесть отверстий. Это лады. Здесь разные расстояния. Полутона и тона. Это вот чистый домажорный рожок. Раньше рожки резали из божжевельника. Сейчас Владимирский мастер работает с яблоней, грушей и клёном. А светлый раз труб рожка сделан из сосны. Это тоже поющее дерево. Мастер годами ждет, пока она дозреет. Затем надо вовремя пропитать дерево маслом, обработать на токарном станке. Ремесло кропотливое. Владимир Зайцев переживает, что у него нет учеников. Никто не интересуется. Это вопрос сложный. Очень трудоемкий. Надо дерево выдерживать долго. Вот это вот дерево у меня лет пять сохло. Владимирские рожечники продолжают традиции исторического оркестра Кондратьева. Музыканты из села Мишнева Владимирской губернии в 19 веке играли даже для императора. Современные рожечники сохранили главное в своем искусстве – любовь к народному музыкальному творчеству. Я пришел в ансамбль в 2008 году. До этого я учился в училище музыкальном на народном хоре. Русская народная музыка, она как-то ближе к телу, как говорится, своя рубашка. Сейчас Владимирские рожечники готовятся к большому концерту, который ансамбль планирует дать весной у Владимири. Отмеченный призами международных и российских конкурсов, коллектив готов вновь удивить поклонников своего творчества. Ирина Начарова, Сергей Скороходов, Олег Маньков, Губерния 33.